так ален так александра у вас звук выключен меня слышится так то у нас тут еще есть включайте чтобы я вас видела включайте видеокамеры и звук бунжур уа бунжур к массово так кто у нас тут еще есть так аделина оксана бунжур я прошу прощения убегу чуть раньше я поняла что долг матери превышу всего все понятно так еще есть так аделина ты нас слышишь алё аделина так ну ладно что же так мы приступим так аделина нам пишет все слышит нас разговаривать с нами не будет аделина не будешь с нами разговаривать так у нас сегодня с вами по плану отработка основных самых основных самых часто встречаемых глаголов третьей группы глаголы авуах это и олей с одной стороны они скажем так так как они самые часто употребляемые ну вот сюда вы скажем так шайку лейку еще я бы добавила глагол фэр ну там как раз если смотреть по курсу то там чуть чуть попозже будет его изучение да ну с одной стороны так как они очень часто употребляются то вроде как они быстрее запоминаются но с другой стороны они как раз таки самые неправильные из всех неправильных то есть это те глаголы которые вообще в принципе там глаголы третьей группы можно немножечко перечисать там по каким-то правилам там да там все равно там окончания там совпадают где-то как-то что-то да ну там основа меняется у кого-то больше у кого меньше да но вот эти вот это троица да она конечно самая неправильная из всех неправильных так что поэтому мы сегодня с ними и поработаем я включаю презентацию так мы сначала повторим их споряжение и поделаем разных разных упражнений все что я наготовлю так алёк комасом так начинаем с самого с первого глагола а вуах а вуах так саша так вот я вас вижу читайте сопряжение или можно по памяти давайте я уберу так значит что здесь важно у глагола а вуах значит зачастую у некоторых немножко перетягивает английский и вот это например формы или вот это здесь должен быть четкий звук а до тю а или а так вы сейчас нормально все хорошо проспрягали да просто бывает довольно часто что некоторые говорят думаю да то есть делают вроде все правильно в голове картинку людей правильно но читают или произносят это как и по аналогии там с английским да если мы говорим и то это получается у нас другой глагол это уже будет глагол этого поэтому здесь крайне важно произнести а и еще один момент тоже когда бывает путаница с глаголом это это вот в этой форме значит сама форма угла голову а это он но мы как если у нас местоимение да и или эль то мы делаем связывание и при связывании у нас буква с дает звук с поэтому или зон л зон да вот здесь прям нужно тоже очень и очень четко произносить звук з потому что опять таки если мы скажем иль сону то это тоже получится глагол это совсем другой глагол совсем другим значением да поэтому здесь иль зон л зон прям жужжим звеним так чтобы прям забыла и никаких не было сомнений да что это за что это за звук что это за глагол так ну давайте мы перейдем к упражнениям так начнем с того что чуть попросить секунду так итак нужно подобрать подлежащие к к фразе до сказать я ты он она или кто-то там еще так оксана вы пока с нами давайте так хорошо так александра дальше так оксана так и оксана последняя ел зон ле клей ел зон ле клей ел зон ле клей я в 2ern пакет дамы Так, теперь делаем следующим образом. Так, у нас пока два человека с микрофоном, так что отлично. Итак, к появляющемуся сочетанию, с этим сочетанием, так, Саша задает вопрос Оксане. Оксана на него отвечает, we или no, да, говорит, есть у нее эта вещь, которая тут представлена или нету. Потом наоборот. Пробуем? Так, итак, avoir un travail. Итак, Саша спрашивает у Оксаны. Tu as un travail? Оксана? Oui, je un travail. Un travail, так. Ваш вопрос, Оксана? Avoir un travail. Так, теперь вопросом спрашивайте, спрашивайте у Саши, есть ли у нее вот это вот. Вот я запуталась, как... У тебя есть? Ну, можно просто интонации, да. А, ты у нас? У тебя есть? 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 Антре. Так. Оксана? У тебя есть квартира? Угу. У меня есть квартира. Очень хорошо. Саша? У тебя есть квартира? Угу. 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 После отрицания, артикли меняем на 2. Угу. Следующая. Оксана? Угу. 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 Ординатор. 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 Это? Компьютер. Компьютер. Угу. 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 Сейчас, подождите. Вот так, наверное, виднее будет. Ага. Последнее. Ординатор. А, как нам Ольга присоединилась. Банжур Ольга. Ужух Ольга. Так. Саша, да, вопрос? Так, какое? Какого всегда не хватает? Свободное. А, свободное. Боку де танк либро. Много свободного времени вас спрашивают. Боку де танк либро. Боку де танк либро. Боку де танк либро. Так, Ольга, бонсвар, вы нас слышите? Так, я не слышу. Ольга слышит нас или нет? Непонятно. Так, идем дальше. Глагол «être». Повторяем спряжение глагола «être». Так, я сейчас уберу. Быстренько. Так, Оксана, давайте вы теперь. Итак, «être». Как переводится «être»? Быть. Быть, да. Быть. Являться кем-то или находиться, да, тоже где-то там. Например, там «я дома», «я в библиотеке», да, «находиться». Так. Так. «Je suis», «tu es», «il est», «il est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont», «elles sont». Так. Так. В отличие от звука «z». Bon. L'exercice suivant. Так. Следующее упражнение делаем. Такого плана. Нужно фразу поставить во множественное число. Да. Переделав, сделав соответствующие изменения. Так, Оксана, давайте с вас начинаем. Что-то такое. «Ils sont contents». Угу. Вставим во множественное число. «Ils sont contents». «Ils sont contents». Так. Александра. «Ты est à Paris?» «Вы êtes à Paris?» Угу. Так. Дальше. «Je ne suis pas là. Угу. Nous sommes… Надо продолжать? В отрицании, да. А ну нас… «œl aux先生…» «О, А тут какой-то…» «Ля», «ля», «льа» – здесь… «Здесь…» «Ну нас… «ğini…» «Меня здесь, меня здесь нет…» «Понятно». «Ну nos sommes pas là». «Ля» – «Да». – Угу. «Никаких там больше методов». «Нет, всё, больше ничего не надо». «Угу». Они в университете, они в университете. Хорошо, теперь нужно выбрать глобол «avoir» или «être». Смотреть нужно, смотреть будем по смыслу, подобрать нужный глагол, в общем, выбрать нужную форму. Здесь даны по две формы, нужные подчеркнуть. Так, я буду подчеркивать, вы будете выбирать. Так, Саша, давайте мы теперь... Ла апартамент егран. Егран, который... Е-эстэ. Так, давайте я буду... Делать немножко. Е-эстэ. Так, Аксана? Лес-аме сон генди. Сон, да, вот здесь вы тоже говорите. Сон генди. Моу тюр е петти. Петит. Е-э-эстэ. Так, петит. А, петит. Я не знаю. Да, да, да. Так, Оксана? Тю... Тю... А, д, лир, а... А, с. А, с, oui. Ма мэр е бэл. Е-эстэ. Ма мэр е... Не, ма мэр а... Un frère. Oui, c'est ça. Ма мэр а un frère. Так. И ла... Я не помню. Десять. Дисподсказывают. Я плохо туишу. Дизан. И ла дизан. Да, да, да. И ла дизан. Да, возраст. Возраст тоже говорим по-французски через глагол avoua. Да, дословно. Я имею столько-то лет. Столько-то годов, да. Un, это год вообще. Столько-то годов. Так. Хорошо. Так, усложняем задачу. Здесь теперь нет вариантов выбрать. Нужно самим поставить правильный вариант, да. Или... Причем выбрать это должен быть. Или глагол avoua или être. Так. Оксана? Ильвии ам... Ван Сан... Ван Сет... Ам... Так. А, как будет писаться? Давайте я буду записывать. А. Все. А, все. Прекрасно. Так. Не поспоришь. Отлично. Дальше. Саша? Эльэ кассиер. Угу. Так. Эльэ кассиер. Эльэ кассиер. Биан. Аксана? Эльэ анжели... Э... Свис. Он Свис. Так. Он Свис. Так. И что мы тут ставим? Имеет. Так. А, Эль... Тогда должно быть... Л, А. Л, А. Л, А, да. А, С. А, С? Нет. 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 Просто А. Просто А. Просто А, да. Так. Хорошо. Все отменяется. Зачеркиваю. Так. Так. Дальше. Эльэ а... Эльэ... 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 Просто А. Просто А. Угу. Так. Сейчас мы сделаем синий. Так. Дальше. Я хочу понять сначала, что тут. Так. Эль... Эль... Эльэ... Что значит Марьей? Жамужем? Да. Чем-то верно быть. Да. Тогда Эль... Э... Эльэ... 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 А дальше там что? Мэ... А мэ это что? Мэ... Но. Но. А. Но. Эль... Не па... На па. На па. Да. Эль на па... Дан фан. Ой. Эль на па дан фан. Нет детей. Нет ребёнка. Так. Так. Сан-Марьи, Эль, Он, Ун, Пасион. Так. Ун пасион. Имеют? Ага. Лёски. Значит. Ун пасион это страсть. Большая. Ну, это и в прямом изучении страсть. И когда что-то вы страстно любите. Вот это ваша страсть. Да. Ун пасион. Лёски. Так. Лёски. Лыжи, да? Лыжи. Да. Лыжи. Лыжи. Спорт. Так. Следующие. Так. Трей-спортив. Иль сон трей-спортив. Ага. Иль сон. Угу. Так. Иль сон мембур. Ага. Сон клуб. Клуб. Ой. Иль сон. То есть они являются членами клуба. Какого-то там лыжного. Так. И последнее. Иль сон, Баку, да. Как? Иль сон. Ну, они являются, да. Большими друзьями. Буку это небольшой. Буку это много. Много. А, они имеют много друзей. Да. Иль сон. Иль сон. Буку дами. Уй. Иль сон буку дами. Угу. Трей бьям. Так. Отлично. Так. Подождите, я все сотру. И мы пойдем дальше. Так. Следующий. Следующий глагол. Повторяем. Глагол. Алей. Алей. Передвигаться в сторону чего-то. Значит, у глагола Алей. У него, скажем так. После него всегда должно быть продолжение. То есть, обязательно должен быть какой-то пункт назначения указан. Нельзя просто сказать там. Жё вы. Я иду. Типа того, что. Нужно обязательно указать. Куда. С какой целью. Там, я не знаю. Ну, в общем, что-то продолжить. Так. Саша, давайте сопряжением вспомним. Je vais. Tu vas. Ils vont. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Ils vont. Ils vont. Très bien. Да. Здесь у нас уже. Avoir был глагол. Ils ont. Être. Ils sont. Aller. Ils vont. Да. И смотрите. Иногда бывает, что. Путают форму «ну» и «ву» с глаголом «avoir». Да. Но, в общем-то, «avoir». Там просто как бы по основе. У глагола «avoir» буква «в». Да. Nous avons. Vous avez. У «aller» у нас «эл». Nous allons. Vous allez. Да. Вот. Ну, только так различать. Вот. По-другому никак. Так. У глагола «али» есть еще, да, такая одна заморочка. В том плане, что после него возможно употребление совершенно разных предлогов. Да. В зависимости от того, куда мы движемся. Да. Это может быть просто предлог «а». Это может быть «о». Это может быть «о» с «х» на конце. Это может быть «ан». Это может быть «ш», да, то есть аж целых пять вариантов, куда пойти. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас я вот эту, чтобы нам повторить табличечку, включу. Так. Это не та табличка. Итак, значит, давайте быстренько так повторим, когда, в каких случаях, какие у нас используются эти предлоги. Так, сейчас открываю. Вот оно все, все многообразие. Так, для начала, значит, у нас нужно определиться. Итак, после глагола «али». Или мы едем в какое-то место, скажем так, в какой-то городской объект, городской инфраструктуры, да. То есть, я не знаю, там, парк, кино, больница, там, еще что-то в этом роде, да. Это будет один выбор предлогов. Дальше. Это может быть какое-то географическое название, назначение «страна» или «город». И плюс, это можно ехать к кому-то, к человеку, и еще можно указывать, да, на чем ехать. То есть, транспорт может быть, да. Вот от этого тоже зависит выбор предлогов. Так, значит, что мы имеем? Самое простое, когда мы идем к человеку какому-либо, здесь всего один предлог, это «ше». Вот здесь, например, «ше ве», «ше поле». Да, я иду к полю, или там, я не знаю, я иду к тебе домой, там, к тебе в гости, да. То есть, тоже всегда будет предлог «ше», «ше туа». Или даже, например, «я иду», например, ну, мы не говорим «я иду к парикмахеру». Мы чаще скажем «я иду в парикмахерскую», да, там, или в салон. То есть, мы по-русски больше указываем на функт назначения, да. А французы, значит, если у них какой-то особенно свой парикмахер, да, то они скажут «я иду к парикмахеру». То есть, и когда человек, когда указывается именно человек, то будет предлог «ше». «Je vais, chez, там, chez le coiffeur». «Ше le coiffeur», «я иду к парикмахеру». Вот. Значит, с людьми только предлог «ше». Дальше, что простое, значит, просто предлог «а» без всяких артиклей, да, это у нас с городами. Города не имеют рода, употребляются без артиклей, поэтому просто предлог «а». И с некоторыми видами транспорта тоже идет просто предлог «а», с так называемыми открытыми, с открытым видом транспорта. То есть, транспорт, на который мы садимся верхом. Мотоцикл, скутер, самокат, скейтборд, лыжи, свои же ноги пешком, да, ну, в общем, лошадь, да, вот такого плана. Это тоже просто предлог «а», без ничего, без всяких прочих дополнений. Дальше идем. Есть ли у нас объекты городской инфраструктуры, скажем так, кино, больницы, парки, театры, я не знаю, церковь, собор, замок, прочее, прочее, прочее. Здесь все зависит от рода. Если существительное женского рода, говорим «а-ля», «je vais à la médiathèque», «je vais à la bibliothèque», «je vais à la», куда еще можно, «à la cathédrale», «я иду в собор». Если мужского рода, то у нас получается, что у нас сливается, да, вот это вот «о», это, в общем-то, под этим «о» подразумевается «а плюс лё». «А плюс лё», и «а плюс лё» у нас дает, собственно, «о». Поэтому и такая форма, да, «о». И в этом «о» уже заключен в себе, да, артикль, предлог «а» и артикль «лё». То есть «je vais au parc», «je vais au cinéma», «je vais au château», «замок». Куда еще можно пойти, там, «je vais au centre commercial», «в торговый центр», ну, и так далее, да, всегда будет «о». Этот же предлог «о» употребляется с названиями стран мужского рода, да. «Je vais au Portugal», «au Canada», «au Japon» и далее по списку «о». Если страна множественного числа, стран множественного числа очень мало, да, это у нас США, Лезетазюни, Нидерланды, Лепеиба и островные всякие государства. То есть там, где название страны, собственно, состоит из, как бы, отталкивается от географического названия каких-то островов, да, Сейшелы, Мальдивы, там, Фиджи какие-нибудь, да, то есть вся вот эта вот экзотика. Вот, только вот эти вот у нас, остальные страны все, в принципе, или мужского, или женского, множественного числа не бывает, да. Здесь будет «о» с артиклем, уже с буквой «с» на конце, и тоже вот под этим «о» подразумевается у нас, что здесь тоже идет слияние предлога с артиклем «о» – это «а» плюс «лей». «А» плюс «лей», когда вместе встречаются, вот они образуют такую единую форму «о» с «х» на конце. «J'vais aux Etats-Unis», там, или «o» приеба. Так, если страна женского рода, то предлог «en». Женский род или, если страна тоже мужского рода, но с гласной начинается, да. «J'vais en France», «j'vais там en Italie», «en Espagne», «en Russie». Если из мужского рода брать, например, «j'vais en Iran», «Iran» у нас, что сюда, «Iran» – страна мужского рода, но начинается с гласной, поэтому тоже будет предлог «an» сохраняться здесь. И предлог же «an» тоже употребляется с названием «с транспортом», когда это транспорт, в который мы заходим внутрь. Автобус, трамвай, троллейбус, метро, самолет, корабль, вертолет, в общем, все, куда мы внутрь садимся, будет предлог «an». «Un bus», «an metro», «an avion», «an tramway», «an helicopter» и, в общем, и еще что-нибудь. Так, вот такое разнообразие предлогов. Давайте будем пробовать все это употреблять в вопросах. Итак, значит, двойная задача. Нужно поставить глагол «aller» и нужный, необходимый предлог перед названием того, что здесь предлагается. Так, Саша, давайте начинаем с вас. Пьер, Ва, Жезмир, «an bus». Так, это город. А, я думаю, это не. А, Измир. Угу, «an bus». Так, Оксана. Ну, залом. А вот надо все время в словарь лазить, выяснять. «О кафе». 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 Что выяснять? Род? Ну да, надо же каждый раз есть в словарь, чтобы выяснить, какого рода... Ну, надо... Род надо заучивать вместе со словом, да. Вот. Если есть сомнения, тогда, да, проверять себя по словарю. А, в общем-то, стараться запоминать, какого рода других способов нет. Так, Саша. «О кафе». Вот, кто что-то знает. «Концерт». «Концерт». А то, что такое? «Концерт». 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 «Ле консерт». «Марей ва о консерт». Вот это я не знаю. «Джей Ло». Вот это вот. «Джей Ло Пес». «Так». «Я пойду в музей Пикассо, чтобы посмотреть таблики». «Уи». «Уи». «Так». «Вуза ле». «Ла Эколе». «Ла Эколе». «Ла Эколе девочка» есть? «Да». «Ну, у нас Эколь с гласной начинается». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». «Поэтому там будет усечённый вариант, да?» «А-Ле-коль». «А-Ле-коль. «Да-да-да». «Не забывайте, что когда у нас гласная...» «А-Ле-коле». «А-Л-апостроф». Так, да, это сироп, да. Да, 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 да. А, да, 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 да. А, да, да. Идет направление движения вот в сторону городских объектов. У нас там всегда предлог А с артиклем. Артикль женского рода это А, ЛА, а если мужской род, то А, ЛЮ они сливаются, да, и образуют форму О. Да, но в любом случае это А присутствует. А когда гласное, это всегда А и Л апостроф. А, Л апостроф. Так. 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 И еще немножечко. А, Л апостроф. Л апостроф. Л апостроф. Л апостроф. Л апостроф. Это Бакалея, да. А, тут это не важно, да, тут же. А тут, да, тут не важно. Ну, давайте, давайте, читайте, даже сочетания букв никаких нету. Какой ты смешно, леписерей. 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 Так. Следующая. Леписерей. 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 А здесь аж. Здесь неважно. Вам везёт на такие, смотрите. Алютель. Алютель. Ну, вообще, он мальчик. Так. Дальше. Так. Вот где здесь с буквой? Какая есть? А вот вы говорите «оспитальная». А, да, точно. Ага. Ага. Ну, и так. Последнее. Карлос. Карло. Карло. Потому что они любят театр. Так. Всё. Окей. Д'accord. Трэй бьен. Так что, отлично. Так. Это мы сделали. И... 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 Вуаля. Так. Бон. Ментуна, вы répondите о моей кистион. Так. А теперь вы ответите на пару моих вопросов. Окей. Alors... Саша, у алей-ву шак жур? Шак жур. Каждый день. Что-то я не... У... У... Алей-ву... Алей-ву... Шак жур. Куда я хожу, скорее всего? Да. 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 Я... 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 А... 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 Каждый день? Шак жур. Шак жур. Угу. Трэй бьен. Оксана, и вы? Да. У... Олей-ву шак жур? Угу. 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 Жур... В... Угу. Угу. Али-коль. Угу. Как там? Шак жур. Шак жур. А не тужу? Тужу это всегда. А, всегда. А это каждый, да? Шаг жу, это каждый день, да. Спасибо. Бон. Оксана, у али-ву ло уик-энд? Жу-ве опак. Ло уик-энд. Ло уик-энд. Ло уик-энд. Так, Саша и вы? Ло уик-энд. Ло уик-энд. Трэс бьен, трэс бьен. Саша, quand али-ву а пари? Коддад? Да. Скоро-скоро скажите Помните, как было? До скорого Скоро-скоро Оксана, и вы как-то будете в Парис? Так, не хитрите Придумайте что-нибудь другое Так, Оксана, вы месяц уже знаете Придумайте какой-нибудь месяц Давайте Или скажите Или скажите Нет, можно Жюри Визите А Парис О Марс Отлично Ну а что, мечты имеют свойство Буанс Да-да Да-да Требе Бианто Бум Сэса Дако Так, ну что Отлично Молодцы Да Совсем Совсем справились Так, все повторили Что? Тьфуа минут Тьфуа минут Ну, в общем-то Мы и заканчиваем Как раз Так, если есть еще какие-то вопросы По По этому материалу Или по чему-то другому То Спрашивайте Если Если нет То Тогда будем Прощаться Вот по поводу Названий стран Да, у нас Общее правило Женский род Правильно? Или как? Если Страна Заканчивается На букву Э То Женский род Да Все остальные Мужского рода И они всегда С артиклем идут Ля Ля Ну Если женский род То ля Если мужской То ля Да Название стран С артиклем Ну С артиклем Или с предлогом Да Потому что Я еду В США Живе О Зетазюни Да Живе О Зетазюни Да Все верно Так Как С первого раза И как Из одного Тоже Что Это Извини О Зетазюни Вообще Вот эти Предлоги Ну Направление Сложно Без бумажки Не получается Ну Тут Как-то Нужно Как-то Понять Да Как это Устроено Вот эту Логику И в общем-то Дальше Количество Качества Да 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 И в общем-то Все Встает на свои места Вот Так Ну что Тогда мы на сегодня Заканчиваем Спасибо Бодру Да Пожалуйста Вам Спасибо Merci pour vous d'être venu. Так, спасибо вам, что пришли. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Oui? À bientôt. Merci. Я с низкого старта. Все. Au revoir. Au revoir.